Протест никуда не ушел, не сдулся, не исчез. Он сосредотачивался всю зиму. Наша победа отделена исключительно положением силовиков вот здесь. Часто говорят, ну ладно, ну а за кем нам пойти тогда? Ну понятно, что не за этим садистом. Так за кем пойти, если бы Караев вышел из рядов системы, готов ли я был бы с ним сотрудничать? Я скажу да. Мне хотелось бы переубедить штаб Тихановской и все-таки заявить, что мы находимся на войне. Я считаю, что человек на ее месте, лидер, должен призвать к восстанию. Вадим, белорусы привыкли к тому, что вы довольно часто на экранах, ну интернет-экранах, конечно, появляетесь. Это или обращение, или громкие заявления в интервью, но не в последнее время. Читала комментарии от наших зрителей, что это, возможно, разочарование, а возможно и занятость работой с силовиками. Все-таки что это? Никакого, Катя, разочарования у меня нет. Сил у меня достаточно, мотивации предостаточно, злости тоже предостаточно, все в порядке. Я не появляюсь часто, потому что я все сказал. Я действительно сказал все в новогоднем своем обращении. Сегодня специального обращения нет. Мы собрались, потому что это дата, которая требует, какого-то к ней отношения и требует моему мнения. 25 и 27 очень важные даты. Очень важные даты. Они фактически открывают нашу процессную весну. Для меня это чрезвычайно сложный моральный выбор, через который я переступил уже на стриме с Попалчем Латушкой, переступлю сейчас. Это такие мужские сомнения, поймите, да? Ты призываешь людей выйти, понимая, что будут посаженные, понимая, что они понесут потери, и ты находишься в теплее за границей. Это всегда, но моральная дилемма. Я нахожусь здесь и понимаю, что вот несмотря на усилия генерала Муравейко, их ручки сюда не дотягиваются пока. Это означает, что мы должны взять на себя эту ответственность, эту боль и произнести, что 25 и 27 нам нужно быть на улицах, нам нужно быть осторожными, нам нужно быть креативными. Но мы должны составлять режим, нервничать, мобилизовываться. Мы не должны давать им расслабляться. Мы должны идти в любой тип контрнаступления. Это не тот день, после которого режим рухнет. Это не та соломинка последняя, когда сломается хребет. Это разогрев, это тепло, это еще не горячо. Но как можно организовать тех, кто устал выходить? Таких немало. И обсуждения выходить или нет. Сегодня, завтра, в субботу, воскресенье они все чаще мелькают. Это даже иногда переходит к спорам. Ваш ответ будет каким? Как сделать так, чтобы взбодриться, что вы устали? Таблетку злости каждое утро, после завтрака. Берете репортаж в CNN, который вышел, по-моему, на днях, смотрите. Это 10 минут. Вот просто бодрит лучше кофе. И вы понимаете, что у вас, как у приличного человека, нет никакого выбора, как принадлежать и присоединиться к сопротивлению. Вопрос, что вы можете сделать, потому что не каждый способен на какие-то действия. Но без этой солидарности, без того, чтобы мы вместе навалились, любой успех оттягивается. Вообще, чтобы мы победили, нам нужны люди абсолютно мирные. Вот такие последователи Сати Граха. Я читала эту концепцию. Да-да-да. Кстати, я должен похвалить этого автора, коллектив авторов. Мне прислали это на почту и прямо указали, что я должен это почитать. И я преклоняюсь перед принципиальной важностью этого документа. Потому что если внимательно читать, вы внимательно читали, то там есть ответ для всех. И для тех, кто хотел бы радикализма и прямых действий. И для тех, кто придерживается вегетарианских убеждений. Для нашей победы нужно сделать коктейль. В этом коктейле каждый ингредиент важен. В этом коктейле должны быть огромные массы абсолютно мирных людей, которые притворяются земледельцами днем, но наносят режиму удары ночью. Фигурально ночью. Они мирные люди. И они не имеют возможности или сил, или решимости и смелости выйти и присоединиться на улицу. Такие люди нам крайне нужны. Я знаю, что их миллионы. Они работают каждый день и должны работать каждый день на того, чтобы давить на режим. Способов креативных придумано огромное количество. И они, конечно, должны проявлять солидарность со всеми остальными. Вторая группа. Второй ингредиент этого коктейля. Это такие же мирные люди, абсолютно мирные, которые выходят. Они чувствуют в себе силы. Они чувствуют в себе отвагу. При этих репрессивных мерах, при такой цене выхода на улицу, все равно выходить, потому что очень-очень важный фактор. Это второй ингредиент коктейля. Третий ингредиент коктейля победы. Это люди не совсем мирные. Не совсем мирные, да. Их нужно весомое количество. Не бесконечно. Предыдущие две группы не должны думать на них плохо. Они не должны объявлять их провокаторами, сволочами и, в общем, беспредельщиками. И, наконец, нам нужна четвертая группа. Совсем не мирные. Вот их может быть совсем немного. Но они должны быть. Но они должны быть, да. Нам нужно понять, что вот этот коктейль приводит к победе. Нам нужно перестать обижаться друг на друга. Вы там за радикалов. Мы, например, против ваших невероятных. Что сделали ваши невероятные? Невероятные только объявляли нас провокаторами. Вот. А когда мы готовы были сопротивляться силовыми, да, нас же гнобили внутри. Это ложь, в общем, да. Да. Я считаю, что когда человек хочет дать кому-то по лицу, он дает кому-то по лицу, не спрашивая там ни Марию Колесникову, ни кого, да. Но нам действительно нужно принять и повзрослеть. И вслед за Илларионовым, может быть, понять, что вот такой вот бархатной революции у нас не получится с этим режимом. Цветочной революции не получится с этим режимом. Но если мы оставим хоть одну группу в отдельности, мы отдаляем наш день победы. И после того, как они все 25-го или 27-го или в какой-то другой день объединят свои усилия, вот прям сразу наступит победа. Или как? В тот желаемый единый день нам нужны все эти категории на улице. Нам действительно они нужны. Этот день готовится всеми силами, несмотря на то, что мы на войне, и не все противнику можем сообщить, и противник нам тоже не все сообщает, даже через все наши связи с силовиками, если и вы. Мы понимаем, что мы точно совершенно победим. Мы должны сделать это в этом году. 25-е и 27-е – это начало этого процесса. Нужно очень осмотрительно сберечь себя до этого важного дня. Но выходить мы должны 25-го и 27-го, и я с тяжелым сердцем призываю всех, у кого есть отвага, силы, решимость, продемонстрировать, что мы обратно на улицах. Это сильно раздражает режим. Это один из мощных элементов давления. По-прежнему остается одним мощным элементом давления. Меня очень интересует вопрос о том, а что делать после того, как люди вышли. Вот вы говорите сберечь себя. То есть выйти 25-го, вернуться домой, если удастся это сделать. Выйти 27-го, соответственно, тоже вернуться домой и пойти на работу. Это зависит от стихии революции, это зависит от нашей подготовки, это зависит от сочетания множества факторов. Если вы меня спросите, я, конечно же, за тот выход, который не заканчивается, что мы расходимся по домам или идем на работу на следующий день. Конечно, нет. Я всего лишь могу сказать, что это еще не тот день. То есть уже есть какой-то день? Это еще не тот день, дорогая Катя. Понятно. Ждем дня Икс. Спасибо, что читаете между строк и позволяйте нашим многочисленным зрителям догадываться, как это будет. Я считаю, что это будет именно так, да. Пока день Икс не наступил, ваши отношения к мирным переговорам, к диалогу. Есть эксперты, которые говорят, что это возможно, если будет много голосов, уже международное сообщество поддержало. Есть, конечно, немало скептиков, которые говорят, что это все бессмысленно. И, ну да, это, конечно, людей вдохновляет. Я имею в виду, это цифра, которую все видят на сайте платформы «Голос». Но не более чем. Я считаю, что вот с нашим вордалаком можно вести переговоры только, если у него на лбу горит точечка от лазерного целеуказателя. И эти переговоры могут идти только по поводу денег, которых он увел и разбросал по семейным счетам. У нас не с кем больше переговаривать, кроме него. У него власть над оставшимися силовиками. Это единственное, что его удерживает у власти. У нас нет такого коллективного патрушева, понимаете. Все остальные просто трусы и, допустим, если Маккей вдруг по одной из конспирологических версий приезжает и пытается с помощью своих германских связей, например, он же там много над этим работал, чтобы внушить европейцам 2015 года этот нарратив о том, что мы здесь последний рубеж перед российским варварством, только ходим в школу демократии, мы не такие плохие, мы учимся, эволюционируем. В общем, европейцы полезные идиоты, в это и поверили. То есть Маккей — это единственный человек, который, наверное, может присутствовать на этих европейских площадках для переговоров. Понятно, что Европа и Америка поддержат любую попытку мирного урегулирования. Потому что это легко поддержать, потому что это всегда сходится с ценностями гуманистическими. Но я не думаю, что это возможно. Я при этом считаю, что это хороший ход. Это хороший политический ход. Это все равно наступление. Это повестка протестная. Это сотни тысяч людей, которые проголосовали. Это предает крыльев всем протестующим. Я, конечно, не сторонник теории, что есть какой-то заговор между нашими КБшниками и штабом Светланы. И таким образом можно слить протест. Я уверен, что слить протест не может никто. Даже так называемый раскол демократических сил, об этом в последнее время говорят довольно много, и Коррадиционное советы, и штаб Тихановской, и Народное антикризисное управление, я уже прямо не буду всех перечислять, да, очень много разных структур. Иногда кажется, что между собой они не могут договориться, у всех свои какие-то планы, и часто они не согласованы, в том числе и какие-то заявления. Я знаю, что вы не раз предпринимали попытки как-то всех вот скрепить, склеить. Я действительно считал, что это нужно, и в меру своих сил и влияния попробовал. На это уходит большое количество энергии и много времени, которое я мог бы потратить там на ту же, как мне кажется, более продуктивную работу с силовиками. Поэтому я больше не инициировал, не выдвигал идею главным штабам про какую-то встречу. Но надо сказать, что есть один человек, не я, который, если бы все фланги оппозиции раз в месяц он их собирал, то никто бы этому человеку не смел сказать нет. Это человек Светлана. Ну, то есть, действительно, с ней было бы всем легче. Я продолжаю считать, что единый кулак оппозиции, при том, при всем, что раскола никакого нету, да, и существует, ну, достаточный уровень координации между штабами, но единый кулак оппозиции или даже его проявление, даже медийное проявление, оно раскрывает крылья белорусам. Они, мне кажется, по-прежнему хотели бы всех видеть вместе, прям держащихся за руки. Я думаю, что запрос никуда не ушел. Существует, действительно, масса конспирологических версий о том, как тут за спиной Светланы происходят какие-то альянсы и мезальянсы, и что вот-вот у нее заберут власть. Можно ли забрать власть у символа, я не убежден. Я не участвую ни в каких альянсах и мезальянсах, я служу в НАУ. Я действительно знаю Олю Карач и Макара. Этот скоморок с ОНТ приписывает нам чуть ли не тайный заговор. Ночью мы подберемся к Светлане и заберем в нее власть. Действительно, ввиду особенностей своего жизненного и делового опыта, могу выстраивать отношения с кем угодно. Разговаривать с Светланой Тихановской, и с Павловичем Латушка, и с Олей Карач, и с Макаром я разговаривал месяц назад. Не все готовы вот так действовать. А мне это, я считаю, что это чрезвычайно важно. Я считаю, что вот интегрировать всех этих сложных и непохожих людей это важная задача лидера или символа оппозиции. И не важно, если мы будем работать в разных городах. Пускай у Тертеля развивается косоглазие. Важны стратегические моменты, чтобы у нас не было никаких противоречий. Важно, чтобы мы ни в коем случае в таких вопросах, как международная повестка, например, российская, выход или не выход на улицу, в таких вопросах, как переходный период, не имели никаких разночтений. Это очень важно. Я вообще считаю, и говорил это на общей встрече оппозиции, что это большое упущение, что во время встречи с президентом Макроном или с Ангелой Меркель отсутствовала попалась латушка. Я вообще считаю, что комбинация такая, Светлана Тихановская, Франок, латушка, Вероника Цепкало, и между ними еще пустое место, понимаете, специально для Марии Колесниковой, которая сидит в тюрьме, потому что это и был месседж международному сообществу. Международное сообщество по-прежнему живет идеей, какие белорусы крутые, какие они красавцы, что они объединились. Вы понимаете, даже с силовиками мы когда разговариваем, они часто говорят, ну ладно, а за кем нам пойти тогда? Ну понятно, что не за этим садистом. Так за кем пойти? За Тихановской что ли? Ну ладно, не смешите нас, ну какой из нее главнокомандующий? Ну понимаете, они так мыслят, да. Потом они смотрят на Павла Павловича, говорят, ну хороший мужик, вроде как государственного управления, понимает, чуть спокойнее за него, ну тоже какой-то дипломат немножко, Ну это психология наших силовиков, это нужно понимать. Поэтому когда мы не вместе, когда они производят некоторые смыслы, это внушает в том числе доверие. Повторяю, наша победа отделена исключительно положением силовиков вот здесь. Мне хотелось бы переубедить штаб Тихановской и все-таки заявить, что мы находимся на войне. Что это не просто хороший бизнес-процесс и вот такое просто давление на режим. Мы на войне. Мы на войне, и война заслуживает военной организации штаба. Но у меня больше нет, в общем-то, к ней даже в этом смысле претензий, потому что военный штаб, он в любом случае состоялся, просто не состоялся он в штабе у Светланы. Я считаю, что человек на ее месте, лидер, должен призвать к восстанию. Тихановская ввиду своих гуманитарных, коммунистических убеждений или ввиду стратегии, в которые она верит, этого пока не произнесла. И на мое предложение такие вещи произнести и тем самым мобилизовать и общество, и силовиков на именно вот эту стадию борьбы, без которой я считаю, что ничего... Я хотел бы ошибаться. Мой анализ говорит о том, что у нас не закончится Белорусская революция мирными переговорами. Послушайте, одно дело призвать к восстанию, другое дело готов ли к этому белорусский народ. Призыв от лидера, ответственность от лидера за такое решение, он эти процессы ускоряет. Как внутри силового блока, повторяю, так и процессы внутри общества. Белорусская революция и так победит. Лидер может ускорить эти процессы, ну, если начнет проговаривать такие смыслы. К слову о силовиках. Часто в комментариях к вашим интервью я видела немало скепсиса, мол, призывает он все к совести, к разуму, к солидарности. А дает ли это какой-то эффект? Могу сообщить с некоторым сдержанным оптимизмом, что мои предположения оказались верны. Из-за профессиональной деформации, из-за особенностей силовых коллективов, информация проникала туда медленно. У них наступило похмелье своеобразное зимой. Они испытывают моральное терзание, муки. Некоторые из них, для которых слова «честь офицера» еще что-то значит, они испытывают наибольшее затруднение жить с этим знанием. мы поступаем правильно, донося им правду. Правда про пытки, издевательства, похищения, убийства, она доходит до них. Они понимают, что их пытались замазать кровью. И попытаются еще раз. Никто из них даже не думал, что Лукашенко победил на выборах. Они хотят перемен. Дальше начинается несколько развилок. И вот здесь нужно четкое объяснение, какие перемены нас ждут. А ведь действительно отличие авторитарной системы от демократической заключается в том, что, в общем, свобода от несвободы. Потому что перемены могут быть разные. В любом случае, они будут к лучшему. Это нужно продолжать доносить. И не обязательно для этого отвечать за силовиков. Это нужно делать всем, всем, кто на нашей стороне, доносить им, что не надо ни в коем случае бояться ухода Лукашенко. У многих из них не хватает знаний, как обустроить страну после Лукашенко. Об этом с ними следует говорить больше. Для них после Лукашенко начинается какая-то дыра. Они не думают, что их прям порвут на части, зарежут, повесят, как им обещал упырь после смены власти. Нет, они про это не думают. Но им важно понимать, что же с ними будет после смены режима. Я знаю, что по теме иллюстрации идут ожесточенные споры. Это действительно чувствительный вопрос. Если у меня спросите, то я за иллюстрацию. Многие против. Я считаю, что это будет решать общество. в любом случае это должно быть цивилизованно. До иллюстрации еще дожить нужно. Но вот сейчас многие сомневаются, что вообще такое возможно, что милиция не будет с народом. Милиция, МВД, силовики, как ни назови, суть одна и та же. Как мы можем увидеть, что вот они на стороне народа, на стороне перемен? Они точно на стороне перемен. Мы этого не увидим, и в этом не будет массового выхода из строя или громких заявлений. Будьте удивлены, одна из самых протестных организаций, как вы думаете, какая среди силовиков? КГБ. Люди, которые массово ставили подписи за Бабарико, и они еще были убеждены, что Бабарико был настолько стратег и провидец, что ждали его сообщения, записанного на видео, понимаете, консерву, ждали его сообщения 10 августа. Что же нам делать в КГБ? Скажи, Виктор Дмитриевич, если бы Караев завтра вышел из рядов системы, вышел и стал на нашу сторону, готов ли я был бы с ним сотрудничать против общего врага? Я скажу да. Я скажу да. Хотя мне кажется, что он эту точку, эту черту перешел. Помните его попытку извиниться и взять на себя ответственность за насилие. Мне кажется, там была последняя черта, где он мог сохранить, где он пытался сохранить человечность, прямо пытался. Это, кстати, подтверждается и нашими разведданными. Он действительно ходил и начальником управления МВД, говорил, походу меня подставили. Вот был у него какой-то Рубикон, но все, но он превратился в исполнителя и, скорее всего, уже обратного пути до него нет, что жалко, конечно. Я думаю, что генералов уже не спасти. Они перешли эту черту. Генералам, скорее всего, достанутся экономические рычаги, бизнесы и потоки. По-другому не бывает в таких структурах, когда ты даешь им нарушать закон и держишься только на них. Поэтому, да, они будут заниматься бизнесом. Это совершенно точно. Остальным силовикам достанется шиш. Ни в какой самолет их не возьмут с собой. Боюсь, что генералов не возьмут. Очевидно совершенно, что такие суперстарс, как Барсуков, Кубраков. Барсуков с Кубраковым, кстати, одни из тех, кто придумывали эти пытки в РВД и на Крестина. А Кубраков так вообще ходил там, лично принимал участие и избивал. Да, на нем колоссальная ответственность, естественно. Такие суперзвезды, как Балаба, Кенюх, вот мадам, которая была в Хронжевском РВД, помните, Кристина, Карина, им придется присесть. Совершенно точно. Сколько я не знаю, это должен решать нормальный суд цивилизованный. Допускаю, что меньше, чем пропагандистам. Меньше? Меньше, чем пропагандистам. Сейчас, поскольку вот все мое рабочее время, а другого у меня нету, уходит именно на общение с силовиками, я прекрасно понимаю, какой вред, какой ущерб и какая ответственность лежит на этих телелушицах, которые сеют вот этот яд. И это колоссальная ответственность. они ответственны не за одну смерть, они ответственны не за случайный эксцесс исполнителя, они ответственны за конвейер пыток. Вот этим сроки максимальные, прямо максимальные, чтобы вся, ну, вот, чтобы неповадно было всем последующим поколениям этим заниматься. Без них так бы не получилось. Но ведь пропаганда, она всегда использует страхи человека. Вот чего боятся силовики, если вы говорите, что пропаганда вот так на них влияет? Они боятся семейного давления. Они боятся соседского шейминга такого, да. Они боятся возмездия. Они боятся возмездия, правда. Оно не наступает, да, и мы не видим, чтобы были признаки такого возмездия, да, но они этого боятся. Они боятся, что их дети будут ходить в школу и другие дети не будут хотеть сидеть с ними за одной партой. Очень важно понимать, что им страшно. Им страшно тоже. Караев бегал по кабинетам и кричал, что мы будем делать с этой революцией, что мы будем делать с этой революцией. Мне казалось, что такие силовики такого уровня, скажем так, они как-то должны обладать даром предвидения, может быть, запасными планами. Вот прямо была такая паника? Ну, какие запасные планы? Вы же видели, во что это выразилось. Так не первый раз же в Беларуси протесты? Ну, нет, нет. Такого масштаба, как в 2020 году, они не переживали стресс для системы. Такого не переживали. Ведете с ними переговоры и работаете со штабами. А за жизнью простого белорусского народа, который в Беларуси живет, хочет перемен, наблюдаете ли? Я стараюсь, я стараюсь ни в коем случае не отрываться, несмотря на в общем профессиональные перегрузки. Мы замечательно пообщались с пружанами и с протестной публикой там. Протест никуда не ушел в регионах. Они там знают, разумеется, все друг друга, как и во всяком маленьком городке. Они мне рассказали про вот одного подонка, его зовут Уроднич. Уроднич, за фамилию нельзя никого винить, мы же не дети дразнится. В данном случае какая-то есть корреляция. По-моему его зовут Сергей Васильевич Уроднич, он участковый инспектор. Так вот он не стесняясь говорит протестной пружанской публике, активистом, конечно, он говорит я вот скоро уволюсь и буду вас магаров по одному находить и бить и уничтожать. Я почему-то думаю, что несмотря на всю спесь и чванство и вот этом мезь за могорам Уроднич будет хромать. Я не знаю. Я ему вангую. А есть ли вот по-настоящему хорошие вдохновляющие новости? Я вот такие очень люблю. Первая новость наступила весна и протест никуда не ушел, не сдулся, не исчез. Он сосредотачивался всю зиму. Вторая хорошая новость это действительно изменения, существенные изменения в настроениях силовиков. Третья хорошая новость прилетела нам из Демократической Республики Конго. Я достаточно знал Александра Зингмана. Я более-менее могу судить о его бизнес-талантах. Это такой еврей при людоедах. Я думаю, что это большой сигнал для белорусского бизнеса. В белорусском бизнесе иногда существуют такие настроения. Понимаете, те, кто может попасть в хоккейную раздевалочку повыше, тот считает, что он защищает бизнес или приобретает возможности у главного тела. Те, кто не может попасть в правильную хоккейную раздевалочку, они ищут выходы на Шеймана или на Виктора Лукашенко. Есть бизнесмены, их немало, которые на блюдечке приносят долю в президентский спортивный клуб. Это уже Дмитрий Лукашенко. Это не всегда такие уж плохие никудышные люди. Они по-своему пытаются выживать, защищать свой бизнес. Иногда им кажется, что это и есть путь. Так вот, такого пути нет. Вот этот садист, понимаете, и упырь, он настолько зашкваренный в мире, что очень скоро даже Дубай, не то, что Демократическая Республика Конго, не будет таким безопасным местом. Хотел бы даже сейчас сказать этим бизнесменам о том, что бегите, бегите, отползайте, отталкивайтесь на спасательные шлюпки от этого Титаника. Не будет вам никогда безопасности, даже если не вы убивали и не вы пытали людей, на вас эта проекция будет висеть. Поэтому не заходите ни в какой бизнес с упырями. Всем нам свободы и воли как можно быстрее в 21-м году. Я жду тот день, когда мы откроем двери тюрем. Нам нужна солидарность, только солидарность вовлечения. Нам кажется, что ее много, а ее на самом деле не хватает. Поэтому воле нам, солидарности и победы в этом году. Игорь Негода